Чтобы войти в личный кабинет студента, нужно выбрать действие «Войти в кабинет пользователя». У нас открывается страница студента. Каждый студент после того, как сделаем массовую рисунку, получит такое письмо от StudySpace. Здесь будет его логин и пароль. Нажимая на кнопку «Войти в личный кабинет», студенты будут попадать в свой личный кабинет. Рассмотрим личный кабинет студента. У каждого студента будут свои контентные материалы. Их сначала перекидывают на дэшборд. В дэшборде у нас имеется блок аналитика, расписание, новостные контенты, справочники, онлайн-курсы, дисциплины студента, онлайн-библиотека, задания и запросы. Также у нас имеется боковое меню. Здесь уже подробнее располагаются остальные модули. Это такие, как учебные планы, академ-календарь, журналы, тесты, транскрипты, практика, задания, адвайзеры. Также студенты могут мониторить свои запросы, ввести заметки с задачами, проходить различные опросы, иметь доступ к техподдержке и дополнительные модули. Студенты могут сменить свой пароль, нажимая на кнопочку от контакта и с настройки. В настройках они могут поменять свой пароль, контактные данные, настраивать уведомления, такие как получать имейл, пуш или не получать. Здесь могут дополнять свои дополнительные контакты в соцсети и в этом окне сменить свои пароли. После каждого изменения необходимо нажимать «Сохранить». Нажимая на логотип вашего вуза, студенты могут попадать в главный навигационный дашборд. Пройдемся по каждому блоку подробнее. Блок «Новости». Здесь будут располагаться новостные контенты, которые будут настраиваться, дополняться со стороны вуза. Студенты могут подробно ознакомиться в данном блоке с новостями. Заходя внутрь, здесь будут подробно расписаны новости и так далее. Можно перейти обратно всем новостям, можно воспользоваться поиском ключевых слов, можно подать и публикации дофильтровать. Следующий шаг – это могут справочники. В справочниках также данный контент можно регулировать через административный сайт. Здесь будут находиться различные справочники, которые будут загружать сотрудники вуза. В каждом справочнике делятся подкатегории. Например, в учебном процессе, если подробно проваливаемся на каждую подкатегорию, здесь будет уже отображаться та или иная информация у справочника. Дальше здесь есть студенческая жизнь, практики и карьеры. Следующий блок – это онлайн-курсы. Если со стороны вуза будут заполняться те или иные онлайн-курсы, студенты также могут подробно ознакомиться с содержанием курса и пройти запись на данный курс. Например, здесь есть несколько у нас онлайн-курсов, кто преподает, когда можно загружать бесплатные, так и платные онлайн-курсы. Ознакомившись студент может записаться. Все записи на курсы падают у нас со стороны администратора на блок дополнительного образования записей на курсы. Следующий шаг – это мои дисциплины. У каждого студента здесь будет отображаться перечень дисциплин, которого он проходил, либо зарегистрировался, либо который он пройдет по своему учебному плану. Здесь также будут контентные материалы, все дисциплины, которые есть у студента. Можно внутрь подробно проводиться, ознакомиться перечнями преподавателей, рекомендованными курсами. Подробнее – это уже контент дисциплины, который заполняется со стороны преподавателя. Можно ознакомливаться с краткими содержаниями уроков, исходя от типа занятия. Это может быть практика, лекция, либо лабораторное занятие. Следующий блок – если у вас будет подключена онлайн-библиотека, также здесь могут студенты ознакомливаться книжками. Здесь работает поиск по автору, по названию книги и по котировке книгам. Также имеется фильтрация с левой стороны по категориям книг. По языковым отстелам, по типам – аудиобумажные, либо электронные, наличие есть или нет, либо ожидается, по издательствам, по авторам и так далее. Применив все фильтры, можно также их в сердце просить. Все данные материалы, которые будут загружены, будут доступны студентам в виде просмотра. Если будут загружаться файлы, можно будет их скачивать в дальнейшем и ознакомливаться. Можно дать просто ознакомительную часть книги, если это у вас находится книга под защитой. Перейдем более подробно. Расписание студента. Расписание студента отображается в виде календаря. Здесь у нас находятся периоды по переключению. Для удобства просмотра расписание всегда загружается в виде по недельным, по дням можно данные отображения менять и по месяцам. Обязательно необходимо переключаться по нескольким месяцам и мы здесь будем видеть перечень дисциплин, которые у нас есть в расписании. Нажимая подробно, мы можем ознакомливаться преподаватель, кто ведет, в каком месте, какой формат урока, дата и время, какой кабинет аудитории. Здесь для удобства сделаем так. Также с правой стороны у студентов будет отображаться календарь. Кликая на каждую дату события, можно также просматривать расписание по дням. В данном блоке находится у нас также регистрация на занятия. Если у вас в Академ-календаре настроены периоды регистрации на занятия, студенты могут менять свои потоки. Для этого им необходимо переключаться здесь по семестрам. У вас в системе по умолчанию будет всегда текущее выбрано. После выбранного семестра с левой стороны у студентов будет отображаться перечень дисциплин, на которую они проходят. Кликая на каждого из них, здесь уже будет отображаться список потоков, по которому уже сформировано расписание. Если студент зарегистрирован один к одному из этих потоков, студент может отменить выбор и перерегистрироваться на следующий другой поток. Данное отображение можно также поменять по группам. Здесь меняются только виды отображения информации, лекционные занятия, практические и так далее. Также имеется следующая факта – это потоки. Здесь уже отображается перечень потоков, где студент уже зарегистрирован на занятия. Следующий блок пройдемся уже по боковому меню – это учебные планы студента. Вскрывается учебный план с всеми семестрами, которые включен в данный учебный план, и списком дисциплин, которые включают данный учебный план. Студенты, заходя в данный модуль, могут ознакомливаться переченью дисциплинами, ознакомливаться при и постреквизитами. Если студент прошел в дисциплину, будет отображаться здесь статус дисциплин, как пройденный, не пройденный. Если статус в процессе, данная дисциплина добавлена в ЮП, получается, студент уже просил регистрацию на эту дисциплину, и она уже находится в статусе процесса. Во всех дисциплинах, которые есть статус, пройден, не пройден, но успешно, либо в процессе будет отображаться семестр, когда студент регистрировался. Можно группировать семестры учебного плана, нажимая на наименование, ознакомливаться дальнейшим подробнее. С примеру, у нас осенний 22-23 – это текущее семестр, и здесь уже идет перечень сцепли, которым студент зарегистрировался. Следующий блок, исходя от настройки Академ календаря, у студентов будет открываться периоды регистрации на следующие семестры и на следующих семестров. Перейдя к данному блоку, здесь у нас будет высвечиваться информация дата начала и дата завершения периода регистрации. Если у вас используется специализация внутриобразовательной программы, также можно это сделать, фильтровать, и будет отображаться перечень сцепли согласно постспециализации. Дальше, следующие информации, которые находятся с правой стороны нашей страницы, это счетчики, которые будут работать. Если по плану в одном семестре студент может взять определенное количество кредитов, данный счетчик будет работать. Вот сейчас у нас показывает, что план должен быть 40, фактически студент взял 28 кредитов, остался еще в запасе 12 кредитов. Если у вас в схеме настроено периоды регистрации в нескольких семестрах, здесь уже можно будет фильтровать регистрацию по семестрам. Например, здесь будет отображаться несколько семестров и необходимо будет, нужно будет выбирать, к какому семестру студент проходит регистрацию. Далее будет возможная дисциплина учебная вне учебного плана. Это тоже можно фильтровать, скрывать. Следующий шаг. Это уже будет отображаться тот семестр, к которому открыта регистрация. Нажимая на зеленую кнопочку, можно регистрироваться на дисциплину. Если у вас в системе будет настроено тререквизиты дисциплины, студент не может пройти регистрацию на эти дисциплины, пока не освоит пререквизиты данной дисциплины. Если пререквизиты не указано, студент может регистрироваться на занятия. Обязательные дисциплины отображаются в виде единичных дисциплин. Если в учебные планы семестры добавлены элективные дисциплины на выбор, списки нужно будет раскрывать. Для этого нажимаем на наименование списка. Отображается перечень дисциплин, которые у нас есть в списке. Если среди списка студент выбирает одну дисциплину, на вторую и на остальные дисциплины студент не может пройти регистрацию, как видим на этом примере. Среди списка студент может всегда выбрать только одну дисциплину. Далее, после прохождения регистрации, студент должен подтвердить свой ИЮ, сформированный ИЮ. Для этого переходит в вкладку ИЮПы. Здесь будет отображаться перечень ИЮПов с указанием семестров и учебных годов. Необходимо открыть ИЮП, который нужно подтверждать, ознакомиться с дисциплинами, которыми студент прошел регистрацию. Студент после ознакомления, после завершения регистрации, должен подтвердить, что он прошел полностью регистрацию и подтверждает о корректности данной, сформированной индивидуального учебного плана. Нажимая «Подписать», система спрашивает, вы действительно согласны или нет. Если студент пишет «Да», это статус уже уходит сотрудникам и обновляется статус ИЮПа у сотрудников. Дальше могут проверить адвайзеры, проверить деканы или офисы регистратора и также подтверждать корректность заполнения ИЮПа. Далее пройдем по Академ-календарю. Исходя от настройки академического календаря, студентам будет доступна Академ-календарь на просмотр. Здесь можно переключаться по семестрам, которые есть, ознакомиться студент по процессам, которые идут на текущий момент у ВУЗа. Периоды обучения, она высвечивается красным светом. Все цветовые гаммы можно настраивать персонально на стороне администратора. Если у вас будет добавлено еще дополнительные какие-то периоды, это тоже будет отображаться и будет доступно у студентов. Следующая вкладка – это модуль «Журналы». После составления расписаний, после регистрации на занятия преподавателям уже будут доступны журналы. Журналы у нас также делятся по семестрам. Обязательно нужно фильтровать, если нас интересуют журналы за предыдущие семестры или за будущее, нужно также переходить по семестрам. По умолчанию система открывает текущий семестр с текущими дисциплинами, на которые прошел студент регистрация. На первой странице отображается дисциплина, название дисциплины, если загружается контентное изображение дисциплины, это тоже подгружается, количество пропусков будет отображаться, баллы за рейтингом, рейтинг допуска, оценка за экзамен, если студент переиздавал экзамен, тоже будет отображаться эффект, если нет, будет черточка, и итоговая оценка. Подробнее проваливаясь на журнал, когда начнется занятие, будет отображаться промежуточные оценки студентов за лекцию, за практику и иные типы уроков занятия. Можно это фильтровать в дальнейшем. Здесь, применяя фильтр, если студента интересуют только оценки за лекцию, можно поставить галочку, если все оценки за все типы занятия, можно поставить галочку, можно настраивать пропущенные занятия, также выбрать оценки за период. Для этого необходимо нажать на календарь, выбрать за какой период интересуют оценки студента, и применить фильтр. Сейчас на данном контенте у нас оценок нету, так как мы не выставляли. Следующая вкладка – это тестирование. После того, как подключится модуль тестирования, данные тесты можно будет подвязывать дисциплинами на различные контроли. Все данные тестирования будут проходиться и отображаться доступные тесты в данном модуле. Студенты также могут самостоятельно просматривать свой транскрипт. В транскрипте отображаются вводные данные, такие как, к какому факультету зарегистрирован данный студент, группы образовательных программ и самообразовательные программы, год поступления, язык, обучение, форма обучения, уровень образования. Можно скачивать данный транскрипт без подписи, без ничего. Можно подавать запрос на транскрипт с подписью «Должность находить». Транскрипт форма у нас в таком формате. С левой стороны будет отображаться реквизиты ВУЗа с логотипом. Далее, с правой стороны здесь находятся данные студента. Ниже пойдут семестры с оценками. У нас в системе можно настраивать данный шаблон. Можно делать подсчет кредитов и GPA по семестрам. Можно делать общий подсчет кредитов и GPA за учебный год и также отображать систему общий GPA за весь период. Снизу будут, естественно, эти приказы, которые есть у студентов подписанные. Следующая вкладка – это «Практика». Можно будет переходить данную страницу через левое меню. Мы здесь переименуем данное меню. «Практика и карьера» сейчас отображается с доступными вакансиями. Можно будет еще отдельную практику. Учебные, производственные, преддипломные и так далее. Данные доступные практики будут отображаться, исходя от того, как будут настраиваться учебные планы. У студента, если в текущем или будущем семестре будут практики, будет отображаться тип практики, руководитель, если закрепили за студентом руководителя, информация по кредитам, в каком семестре проходит данная практика, дата начала и дата окончания. Студент с оценкой за практику может посмотреть в данном модуле, либо через транскрипт. Исходя от периодов открытия практики, студенты могут загружать документы. Отчеты по практикам. Можно загрузить один или несколько документов. После загрузки данных документов весь контент и материал будут доступны у руководителя и у админов системы. Руководитель ознакомляется через свой личный кабинет. Загруженными файлами может выставить оценку. Следующий блог – это задания. Если преподаватели будут создавать задания через нашу систему, у студентов могут быть заполнены контентом домашних заданий или самостоятельные работы дополнительные. Здесь, переходя подробнее на каждое задание, будет отображаться наименование дисциплины. Тема задания – это может быть любой, как заполняет контент. Дедлайн указывается, когда статус готова, не готова. Будет описательная часть и комментарии, если их добавили. Также в данном задании студент может задать вопрос преподавателю либо автору заданий. Написав комментарий, отправить соответствующий автор получит уведомление в своем личном кабинете. Нажимая на «Выполнить», здесь могут студенты написать текстовые сообщения, текст либо описание своих домашних заданий, загружать файлы, прикреплять ссылки и отправить. После отправления выполнения домашних заданий статус автоматически меняется на «Проверки». Соответствующий автор на водное домашних заданий должен проверить, принять, оценить. Если автор выставляет оценку, статус меняется на «Проверено», автор может отправить, не принять домашние задания, обратно отправить студенту, тогда будет здесь статус не принято и так далее. Модуль домашних заданий можно просматривать в виде списка, в виде канбана доски, которые идут в виде канбана, новые будут, которые в работе, которые на доработке проверены, готовые или внезнанные. Также это работает в виде клика по каждому статусу. Следующий блок – это «Advisor». Если у студента не назначен «Advisor», система будет выдавать ошибку. Если назначен «Advisor», студенты могут зайти в данную кладку, ознакомиться со своим «Advisor» и вести с ним чат и коммуникации. Далее мы можем перейти с вами на модуль «Запросы». Во время открытия периодов AdRop студенты могут подавать заявки на различные запросы. Помимо AdRop в данном модуле находятся заявки на различные услуги, на справки и так далее. Для того, чтобы создать новую заявку, необходимо перейти в модуль «Мои запросы», «Добавить запросы». Если эта справка указывается в перечень вид справок, какой нужен студенту, указывается язык документа, который он хочет получить и отправляет запросы. Если это дополнительная какая-то услуга, здесь могут студенты ознакомиться с дополнительными услугами. Это может быть пересдача, афикс и так далее. Все данные, перечень услуг, справок настраиваются в системе по каждому вузу индивидуально. Далее выбирается услуга, которая необходима. Также отправляется запрос. Вкладка «Этро» также включает в себе несколько услуг. Это замена дисциплины, отказ дисциплины, либо добавление дисциплины, либо смена потока. Студенты через свой личный кабинет, если академ-календарь настроенные периоды, могут самостоятельно отказываться от дисциплины и им сменять потоки. Если вы данные периоды закрываете, они могут через модуль запроса отправлять запрос на замену, либо отказ, либо на смену потока. После чего у них, исходя от выбранных услуг, открываются дополнительные окошки, которые необходимо заполнить. Здесь нужно будет выбрать дисциплину, указать текущий поток, указать новый, если есть в системе, и отправить запросы. Все запросы падают студенту, ой, уходят со стороны администратора весь перечень опросов. Сейчас мы посмотрим, как это видят сотрудники УЗА в модуле запросов. Допустим, выберем такое и отправим запросы. После подачи заявки фиксирует система дату и время подачи заявки, статус, если есть дополнительные комментарии со стороны сотрудников, также будет отображаться комментарии. Все, что выполняется либо в процессе, студенты могут также ознакомливаться, переходя по необходимым вкладкам. Далее у нас идет модуль опроса. Если в системе у нас имеется анкетирование либо опросы по студентам, они также могут проходить. Во время прохождения опроса можно настраивать этот опрос так, чтобы кабинет заблокировался студенту, пока он не пройдет опроса. Все системные уведомления приходят в виде колокольчиков студентам. Они также могут в дальнейшем ознакомливаться с ходящими уведомлениями, объявлениями и так далее, помимо новостных контентов. На этом все по личному кабинету абитуриентов.